Бюрократия же в Италии даже похуже, чем у нас. Там настолько забюрократизированная страна, насколько я знаю, да, Марк, что там вот Москва, Россия отдыхают, права я? Вы же понимаете, вообще бюрократия где родилась, то есть где ее вообще изобрели. И это было 2000 лет тому назад. Так что, ну, как бы с Италией все брали пример. Хорошо, а вот именно вот этот момент, он сейчас сможет сыграть какую-то такую роковую роль вот в этом референдуме? То, что вроде бы люди проголосовали, вроде бы решение есть, желание есть, но это настолько все тяжело долго делать, что ну его... Понимаете, я вот сразу замечаю две такие, два различия. Во-первых, вот сейчас говорят, что как бы это уже нормально, да, что там проголосовало 40%, ну, как бы на Западе это принято, если на то дело пошло, это 37,07% в Ломбардии, да? А почему же тогда, то есть где все могли пойти спокойно проголосовать? А в Каталонии, где дубинками запрещали людям голосовать, между прочим проголосовало 43%, однако там это почему-то нелегитимно. Вот опять двойные стандарты получаются. И как вы это объясните? Вот просто мы сейчас сказали, что для того, чтобы здесь, как бы, процедуры нет, прецеденты нет, делают запрос Конституционный суд, Конституционный суд почему-то разрешает двум этим регионам. Вы знаете, разрешают, потому что на самом деле в Конституции Италии это как раз предусмотрено. Да-да-да, это прописано. То есть именно потому, что разговор идет не об отделении от Италии, а о больших полномочиях, о налоговой независимости. Хорошо, а на большие полномочия Рим сейчас согласится? Ну, неизвестно. Одно дело, в любом случае, вот губернатор Ломбардской области, в Канаде, например, есть такая провинция Каунгарь. Господин Марони сейчас сказал как раз сегодня утром, что теперь у него, как бы, больший пакет на руках, с которым идти и вести разговоры с Римом. Понятно. Есть такая страна Канада. В Италии есть такие настроения, что вот если сейчас не пойдут им навстречу, они готовы пойти дальше? Я думаю, что если в Риме сейчас возьмут и включат жесткую политику против регионов, то это будет испанский вариант номер два через пять лет. Это факт. Это не будет. Это не будет просто настроение. Я говорю, итальянцы любят пить кофе, они такие спокойные, но их нельзя тоже доводить до очереди. Все правильно. Смотрите, вот уже первое заявление сегодня утром, опять-таки, да, вот свежее. То есть все партии, ну самые крупные, на национальном уровне, они все берут на себя, как бы, победу в этом референдуме. Левоцентристы, то есть демократическая партия, которая вот правящая, да, они, во-первых, оставили свободу выбора своим избирателям, но сейчас, как бы, все мэры, которые у них на севере, они все выступают за. Это первые шахи. Далее, смотрите, Берлускони тоже заявил, что, мол, правоцентристы, но это референдум, это типичный результат, это типичный результат правоцентристы, поскольку мы много лет, но не правили Италии вместе с Лигой Севера. И даже движение пять звезд, тут они вообще оскорбительно, это все звучало, я считаю, сказали, что, да ну, господи, вот эти из Лиги Севера, они даже писать не умеют, это мы им написали правильную формулировку. Вы знаете, я правильно понимаю, что все уже успели пересториться? Да, да, да. Поэтому не будет никаких дальнейших шагов. Да, но не забывайте, что в марте в Италии будут выборы, поэтому, да, они сейчас начнут переговоры, и потом это все постепенно пустят в тормозок. Понятно, хорошо, давайте мы сейчас...